Ну что ж, еще месяцов поживем в этом году и пора в следующий. И вообще надо не только Новый год отмечать, а и новое время года. Сегодня наступила зима. Почувствовать праздник первыми нам предложили работники культуры. Весь наш город, все люди уже готовятся к Новому году. И мы у себя в городском театре тоже уже украшаем елку. Это традиция. 1 декабря каждый год мы ставим елку, вешаем вот такие красивые шары, огоньки. Все это сделано уже покрашено своими руками. Зима она праздничная, яркая по настроению, белая по внешнему виду, если конечно Анапе повезет. И вся в подарках. И вообще зима сплошной Новый год. Сначала месяц к нему готовишься, потом два месяца отдыхаешь. А Новый год, любимый праздник, въевшийся в подкорку еще с детства. Всякие там мандарины, запах елки, шумелочного базара, шаги Деда Мороза. И это предвкушение праздника уже живет в отдельных организациях. Вот МФЦ, например, уже встречает своих клиентов новогодним убранством. Чего не скажешь. О самых главных поставщиках хорошего настроения и подарков – Анапских торговых точках. Пора. Пора включаться во всеобщее настроение праздника, которое уже с фасада будет напоминать покупателям. Здесь их ждут. Накануне праздников, предновогодних праздников, Управленная торговля провела совещание с руководителями предприятий. Мы обозначили перед ними задачу необходимости украсить все предприятия города, поскольку новогодние праздники – это радость не только для маленьких детей, но и для всех взрослых. Это ощущение радости, сказки. На сегодняшний день предприятие торговли мониторит предприятия потребительской сферы. Мы доводим до их сведения, как именно по рекомендациям администрации архитектуры города должны быть украшены предприятия и куда они могут обратиться по данному вопросу. Город готовится встретить своих гостей и новой иллюминацией. Продолжение следует...